Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Итак, настало время поговорить о финансовых событиях, событиях в финансовых рынках. Ну и поскольку сегодня пятница, мы подводим итоги этой непростой недели, непростой с точки зрения тех событий, тех движений финансовых рынков, которые мы наблюдали с вами. Ну что ж, финансовые итоги недели, тема сегодняшней программы. В студии Сухого Остатка сегодня Дмитрий Безенков, начальник аналитического отдела инновационной компании «Рус Инвест». Добрый день. Добрый день. И в студии Александр Тен, менеджер по работе с клиентами инновационной компании «РМН». Скажи, пожалуйста, как это правильно произносится. RMG. RMG, да, я же помню. У меня здесь расшифровано, и очень много слов сразу я их не осилил. RMG Securities. Добрый день, Александр. Добрый. Итак, уважаемые слушатели, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.фм». Пишите, звоните, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями по поводу того, что происходит сейчас на финансовых рынках. Ну и давайте начнем традиционно. Я посмотрю в моменте, да, какова картина маслом. Итак, сейчас 15.05 в Москве, что же происходит? Начнем со вчерашнего закрытия наверняка традиционно американцев. Дело в том, что S&P 500 сделал новый исторический максимум. Наверное, аплодисменты должны звучать сейчас в студии по этому поводу. В общем, американцы закрылись положительно, как всегда, да, или как очень часто мы это видим. Полпроцента Dow Jones, полпроцента S&P 500, чуть скромнее NASDAQ, но, тем не менее, в зеленой территории все индикаторы оказались. Смотрим на азиатскую сессию, она неожиданна сегодня, да. В отрицательной территории закрывается Nikkei 225, полтора процента потерял, и практически столько же китайский индикатор Shanghai Composite. Ну и далее происходит тут движение практически рядом с нулевой отметкой. Я говорю о Европе и о наших индикаторах. Европа сейчас в небольшом минус 0,3% теряет FTSE 100. Ну и некоторое время назад и РТС, и ММВБ находились ниже в Атерлине. Сейчас они вот начали немножко подрастать. 0,3% прибавляет и тот, и другой. Рубль достаточно стабильно стоит в районе 32,40. Ну и смотрим на сырье и на Форекс. Здесь неожиданно, наверное, ну или ожидаемо, может быть. Во-первых, высокие цены на нефть продолжают радовать глаз, и даже некую восходящую тенденцию можно обнаружить. По крайней мере, нефть марки Brent сейчас стоит 109. А вот нефть марки LightSuite 108,5 долларов. То есть практически сравнялись они в ценах, но какое-то время назад мы обсуждали тему сужения спредов по двум этим сортам. Интересная история. Золото в диапазоне 1288 долларов за унцию и евро-доллар вокруг 1,31 ходит со вчерашнего дня. Набор голубых фишек сегодня разнонаправлен. Ну давайте так, в положительной территории находится у нас АвтоВАЗ полпроцента, он прибавляет Росгидро полтора процента и чуть больше процента Северсталь, обычка. А в отрицательной территории Аэрофлот минус процент Ростелеком и чуть скромнее ВТБ, да, одну десятую процента теряет. А, кстати, Сбербанк напротив прибавляет полпроцента. Ну что ж, вот такова картина маслом на это время. Ну и, собственно, давайте начнем обсуждать. Воля ваша, да, Саша, с каких событий мы начнем? С событий ли ближе к нам, со вчерашних, позавчерашних, или событий начала недели? Ну и, опять-таки, как-то можете сами выстроить их, да, по степени значимости. Но, тем не менее, Саша, что, на твой взгляд, важного происходило на этой неделе, отчего, собственно, и приходили в движение котировки финансовых инструментов? Ну, на самом деле, на этой неделе было достаточно большое количество интересных событий, как внутри России, связанных в том числе и с корпоративными новостями, так и с, ну, не то, что связано с внешними рынками, ну, в первую очередь, наверное, стоит выделить выступление председателя ФРС, которое состоялось в вторник и в среду, соответственно, в Паладе представителей и в Конгрессе США. То есть, ну, на самом деле, сложно сказать, что он озвучил что-то новое, но в любом случае... Ну, то, что Сипи сейчас, опять, историческим максимумом, наверное, это показательно, да? Ну, во многом, да, и, конечно же, я думаю, не в последнюю очередь динамика американских фондов индексов на этой неделе определялась весьма хорошей статистикой американских компаний, поскольку, ну, фактически, порядка трех четвертей компаний, которые отчитываются или будут отчитываться, в общем-то, очень хорошие результаты, результаты лучших ожиданий. Поэтому, естественно, что американские индексы показывают новые исторические максимумы. Наверное, в этом нет ничего удивительного. Ну, наверняка, да, собственно, сошлись, да, как минимум два фактора и приличной отчетности. Такой, опять, голубиная песня господина Бернанки. Дим, ты что отмечишь из событий этой недели? Ну, действительно, если брать внешние рынки, наверное, главным событием, которое фокусировало внимание инвесторы, это выступление Бернанки. В целом, оно было выдержано в достаточно нейтральных для рынка тонах и после, в общем-то, достаточно критических заявлений относительно возможности сужения программы КУИ, которая напугала так рынки и, в общем, вызвала коррекцию. После этого, в общем-то, глава ФРС высказывался достаточно лояльно и нейтрально по отношению к дальнейшей судьбе кредитно-денежной политики. И, в общем-то, можно сказать, что это было такое тестирование рынков, насколько они будут реагировать на... Интересно, тестирование в какой момент, да, начиная с заседания Юньского, да, потом комментарии протоколов, вот это, да? Ну, протоколы были выдержаны, в общем-то, в таком хорошем ключе для рынков, да, которые не свидетельствуют о том, что что-то кардинально будет меняться. А действительно, те заявления, которые были до протоколов, публикации, вот, они действительно, на мой взгляд, носили некий такой характер тестирования рынков, насколько рынки будут реагировать вот на возможные изменения. В целом, это достаточно, скажем так, грамотная была тактика выбранная, чтобы понять, насколько вот тот, то ралли, которое, в общем-то, сейчас кульминацию мы наблюдаем, насколько оно может... Извини, Дима, кульминация, насколько я помню, да, кульминация, это уже ближе к финалу, то есть вот нечто такое, после чего уже, да, эпилог и точка. В том смысле, что мы тестируем новые ХАИ, вышли после, в общем-то, коррекции, и, в общем-то, думали многие, что вот сейчас мы еще будем корректироваться, вот, в том ожидании, что близко сворачивание мер КУИ. Тем не менее, вот этого не произошло, и, в общем-то, мы, в общем-то, пришли к тому статус-код, который был до всех этих событий. Ну, по крайней мере, если смотреть опять на американский рынок. Кстати, вопрос сразу же в тему, Александр пишет, а что с СНП? Не хочет падать, не хочет падать СНП. А есть основания для того, чтобы он падал, Саша? Ну, мне кажется, что в краткосрочной перспективе таких оснований нет. Более того, на самом деле, даже если программа количественного стимулирования будет постепенно сворачиваться в США, тем не менее, это все-таки, ну, в традиционной интерпретации, безусловно, сигнал к тому, что все-таки экономика США укрепляется. Если экономика укрепляется, это хорошо для рынка акций. Пока что речь не идет о том, что... То есть здесь противоречий-то и нет, да, по большому счету? С одной стороны, смотри, рынок акций растет на количественном смягчении и ожидании его продолжения, потому что это хорошо, и это для спекулянтов благо. А с другой стороны, да, это самое... Количество смягчений будут прекращать постепенно, но с другой стороны, о чем это говорит? Говорят, что экономика растет. А если экономика растет, рынок акций... Ну, безусловно, и те формулировки, которые прозвучали от имени, соответственно, Бернанки, они, конечно же, они, так сказать, скорее всего, могут усилить волатильность. А общую динамику, да? Тем не менее, да, фактически монетарная власть США просто пытается оставить для себя какую-то свободу маневра. А маневр нужен, кстати, да, мы напоминали все время о том, что и господин Бернанки скоро уже на заслуженный отдых уходит, и ему нужно и последователя какого-то подготовить. Кстати, на ваш взгляд, да, есть какая-то реальная кандидатура из ближайшего окружения или со стороны кто-то придет, Дим, как ты думаешь? Ну, кандидатуры достаточно обсуждались вот до всех этих событий. Вот, возможно, что как раз, может быть, вот это вот тестирование, о котором мы говорили, оно было связано с тем, что, возможно, что Бернанки сам не очень хочет, как бы, уходить. У него вариантов-то нет, да, насколько я знаю? Там же там жестко все. Да, но, как бы, возможно, что он хочет повлиять на вот это решение, кто все-таки будет, придет на его смену. Потому что различные кандидатуры рассматривались, и женщины в том числе, наверное, может быть, как-то и на Россию посмотреть. Совершенно верно, да, в этом тоже есть интрига, да, у руля Федрезерва впервые за историю, да, может оказаться дама. Ну, да ладно, поживем-увидим, спасибо огромное. Уважаемые слушатели, мы сейчас прерываемся и слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы подводим финансовые итоги недели в студии Дмитрия Бединков, начальника аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест» и Александр Тен, менеджер по работе с клиентами инвестиционной компании «РМГ». Еще раз повторю, финансовые итоги недели сегодня у нас во главе угла. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы и делитесь собственными мыслями. Ну и, коллеги, если не возражаете, продолжим наш разговор, посмотрев или глядя на срывые рынки, в частности, на нефть. Вот еще раз повторю, Brent уже бочка стоит 109, практически сравнялась в цене с американской нефтью. Что происходит, почему динамика такая, Дим? Ну, нефть на сегодняшний день наиболее, наибольшей степени реагирует на политическую ситуацию, прежде всего, на Ближнем Востоке. Эксперты сказали, что различные риски, связанные с ситуацией в Египте, ситуацией неопределенной в Сирии, которая может повлиять на нефтедобывающие основные страны. Вот, поэтому вот именно составляющая вот эта вот политическая, она сейчас заложена в цену на нефть и, в общем-то, подталкивает спекулянтов в покупке. А слайд-свит что происходит, что она так дорожает здорово? Да, ну... Ну, в плане вот сужения спреда этого. Ну, там ситуация более, скажем так, сложная, насколько мы можем судить, связана в том числе с динамикой предложения, с объемами запасов, которые резко падали в последние... В Штатах именно запасов, да? В Штатах, да, резко падали в последние несколько недель, вопреки прогнозам. Плюс, как бы, потоки внутри США, также связанные с объемом нефтепереработки, с сезонным ростом спроса, они также оказывают свое на бензин, который связан с периодом начала автомобильного сезона и, в общем-то, самый разгар сейчас. Вот, это также оказывает свое влияние на... И мы видим, да, в конечном итоге, вот такие неплохие для российского рынка, как минимум, да, российской экономики цены. Но, Саш, тем не менее, да, вот непосредственного влияния на российский рынок не оказывается. К сожалению, нет. Ну, более того, на самом деле, конечно же, при текущих ценах на нефть наш российский рынок должен торговаться выше. Ну, помимо всего того, что уже было сказано в плане, так сказать, текущих факторов, которые влияют на цены на нефть, наверное, это в том числе и динамика курса доллара, который в последнее время как раз, в общем-то, показывал свою слабость, опять же. И это не в последнюю очередь также оказало влияние на рост нефтяных цен. Ну, ты говоришь о курсе доллара, имея в виду некую глобальную историю, да, не против конкретной какой-то валюты, а в принципе доллар слабнет, да, доллар ослабевает. Ну, можно просто посмотреть на динамику, опять же, USD-индекс, курс доллара, взвешенный по корзине валют, соответственно, вот, наверное, это наиболее такое объективное показатель. Не обязательно это доллар, евро, скажем. Ну, понятно, что это не обязательно, хотя, да, все-таки индикатор некий, некий индикатор валютного рынка, такой глобальный все-таки, да, это главная валютная пара. Хорошо. Я просто добавлю, в общем-то, это вот тот фактор, который Александр сказал, он коснулся и другие товарные рынки. Да, металлы, прежде всего, мы тоже увидели, в общем-то, отскок от минимальных значений, которые были несколько недель назад. То есть, на этом факторе, действительно, что те риски, связанные со сворачиванием КУИ, они, в общем-то, как бы снизились, и в этой связи определенная девальвация доллара, и, соответственно, рост цен на товарные активы, на рисковые активы, несколько усилился. Угу. Ну, после достаточно хорошего роста, недельного, да, недельного роста, мы увидели и на корпоративных новостях, в общем-то, которых Александр сказал, и в целом, на отскоке, и некотором росте аппетита к риску на мировых рынках, в общем-то, мы увидели, что российский рынок подрастал, в общем-то, он был перепродан явно, и, в общем, отчасти это был как фундаментальный рост, связанный с тем, что, ну, хорошие новости были и по нефти. И так далее. Ну, и связан также с техническим отскоком, в общем, многие бумаги, действительно, были на минимумах, и, в общем-то, покупки были в этом смысле технически оправданы. Ну, вчера, действительно, рост это несколько приостановился, да, связанный, в общем-то, во многом с какой-то и отчасти влиянием внутренних политических событий, которые, наверное, отчасти уже заложены в ценах. Ну, были заложены в ценах, да, были заложены. В какой-то степени, я думаю, что рынки, безусловно, отслеживают ситуацию и внутриполитическую, и внешнеполитическую, и, в целом, реагируют достаточно эластично. Поэтому, думаю, что, в общем-то, технически это сказалось, события в Кирове на рынке. Ну, с другой стороны, наверное, падение могло бы быть и больше, в общем-то, если мы посмотрим, по некоторым бумагам было достаточно умеренное падение, поэтому можно сказать, что, в общем-то, коррекция носила также некий такой технический характер, то есть инвесторы... Кстати, звучали, я не знаю, насколько оправданно, звучала фраза, что рынок последних полутора недель, российский рынок, он перекуплен даже. То есть вот эти вот пять торговых сессий, когда мы росли, росли, росли и выросли достаточно серьезно, коррекция какая-то техническая требовалась, назревала, что называется. Да, многие захотели зафиксировать прибыль в связи с возможной, с одной стороны, сезоном отпусков, когда многие уходят и, в общем, не хотят быть в позиции. С другой стороны, решили, так сказать, переждать ситуацию, посмотреть. То есть все, в принципе, достаточно логично, хотя очень часто мы с вами сравниваем, ну, глядя, по крайней мере, на картинки, как движется цена, сравниваем потом, вспоминаем события, в результате которых то или иное движение произошло, и иногда не укладывается в какую-то логию, почему вот так, почему не сяк. А на графике все сразу становится на свои места. Ну, мне кажется, на этой неделе были, так сказать, какие-то технические причины для роста, в частности, 15-18 июля прошла экспирация опционных контрактов. Традиционно перед экспирацией российский рынок подрастает, более того, при текущих объемах, в общем-то, не так много сил, усилий, положений для того, чтобы раскачать наш рынок. Это первое. Ну, во-вторых, конечно же, были интересны корпоративные события на этой неделе по целому ряду компаний. Именно на российском рынке? Да, именно на российском рынке. В частности, можно отметить неплохой рост, правда, бумаги относительно неликвидные, это трубная металлургическая компания. На фоне возможной пока что отмены беспошлиного ввоза украинских труб в Россию. Соответственно, возможно, также ведут запрет на повторное использование труб России. На этом фоне мы неплохо выросли. В принципе, компания является фактически лидером, занимает доминирующие положения, например, пришел на труб в Россию. Был хороший спрос. Были новости, в том числе в ритейл-сегменте. В частности, стала очевидна причина роста акции NVIDIA. ФАС одобрила слияние Сальдорадо, правда, есть некоторые ограничения, но тем не менее... Ну, как минимум, это позитивно, да. Ну и, наверное, что еще стоит отметить, на этой неделе неплохо выросли акции ФСК и российских сетей. В принципе, причины для роста тоже были озвучены буквально совсем недавно. Наверное, в первую очередь они связаны с тем, что Винонарга решила фактически не объединять пока что инвестиционные программы двух этих компаний. И на этом фоне бумаги неплохо выросли. Ну, конечно же, это наиболее ликвидный бумаги сектором. То есть это тоже воспринимается как позитив, да, некий? Ну, для каждой конкретной компании, да. Но в то же самое время, к сожалению, на российском рынке есть, так сказать, факторы, в том числе и корпоративные, которые не очень хорошо влияют на, так сказать, инвестиционный сетямен в целом. В частности, последняя история с Варсом Дартом, где очень много неясного. И фактически все те действия, которые планирует предпринять компания, выглядят крайне недружественным по отношению к миноритарным акционерам. Поэтому неудивительно, что компания, скажем, буквально за последние несколько дней сумела завершить свою программу выкупу в объеме 8 миллиардов рублей. И очень близки, там, наверное, фактически, да, близки к 75-процентному контролю текущей контролирующей акционеры. И фактически, там, развязывают руки на любые действия корпоративные. Я понял. С этой точки зрения, да, если посмотреть на российский рынок, собственно, в подтверждении, да, всего, о чем рассказывал сейчас Александр. Дим, как ты думаешь, можно ли российский рынок действительно сейчас характеризовать как рынок отдельных идей каких-то, да, в поиске которых, вот мы, так сказать, выбираем статистику, мы выбираем новостной какой-то фонд, да, и пытаемся определиться, где, что там может сейчас заинтересовать инвестора. Общего настроения позитивного пока еще не существует. Ну, отчасти да. То есть, общий рост был связан с тем, что рынок, в общем-то, был перепродан. И давить его дальше не было, в общем-то, фундаментальных оснований. Другое дело, что действительно каких-то инвестиционных идей, то есть, есть у рынка явный дефицит, и, в общем-то, инвесторы ходят в поиске, скажем так, новых идей, которые бы позволили заработать. Дивидендные идеи сейчас немножко неактуальны, будут актуальны ближе к концу года. И, собственно говоря, вот это вот создает такое, в общем-то, мы увидели, в общем-то, снижение объемов как раз в июне. Ну, это традиционно, может быть, для летних месяцев. Традиционно, да. Ну, в общем, отчасти, как бы, и то, что, в общем-то, дефицит идей, он заставляет инвесторов, как бы, отказываться от каких-то активных действий и, в общем-то, выжидать. Ну, Саш, смотри, наверное, все-таки стоит, да, каждый раз упоминать о том, что и общая ситуация на российском рынке, и, в частности, то, что мы сейчас с вами смотрим, да, как торгуются летние месяцы традиционно, это, прежде всего, низкие объемы, да, это малая активность, и даже вот вчерашние события какие-то, да, они могут так как-то ярко проявиться, именно потому, что не так много игроков на рынке. Да? Можно об этом говорить? Ну, к сожалению, действительно, объемы остаются низкими. Да, во многом это связано с периодом летнего затишья, но, вот, так сказать, каким-то триггером для последнего роста, и, кстати говоря, этот рост проходил на объемах выше среднего, причем значительно выше среднего, стало именно, ну, небезызвестное выступление Берналке, естественно, да. Вот, ну, так сказать, наверное, скорее всего, все-таки период летнего затишья продолжится, но технически, если посмотреть на наш рынок, то получается, что... Что? Продолжим. Хорошо, сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня в студии Дмитрий Бединков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест», и Александр Тен, менеджер по работе с клиентами инвестиционной компании «РМГ». Мы с вами подводим финансовые итоги недели. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99, 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Еще раз я, ну, если можно так, более широко взгляну на прошедшие события. Их было достаточное количество. Рынки в начале недели, да, все были в ожидании выступлений Берданки. Потом в очередной раз это выступление отслушали, успокоились. И то, что, опять-таки, напомню, да, вчера сделали новый исторический максимум по индексу S&P 500, и наверняка говорит о том, что теперь эта идея, что ли, да, она не очень актуальна. Конечно, она еще не отыграна, и, точнее, она, в принципе, наверное, не может быть отыграна, да, пока, собственно, никаких активных действий в этом направлении Федрезерв не делает, но ожидания все равно будут сохраняться. Ну, слава богу, вот последнее выступление господина Берданки, наверное, на умы инвестора повлияло следующим образом. Сказали они себе, что, ну, наверное, если и будут, то уж не в сентябре-то точно, а может быть даже и не к концу года, а может быть даже уже и в следующем. И, опять-таки, да, подчеркивал Берданки не один раз, говорил он о том, что... Американская экономика сама подскажет, да, будем, не будем, как будем, когда будем. Не исключен вариант, что мне тоже очень понравилось, кстати, не исключен вариант такой, что вроде бы и начались, да, началось сворачивание коллекции, а потом статистика показывает, что нет, ребят, давайте назад и вновь. То есть это такой процесс достаточно волатильный. Есть звонок у нас, послушаем. Владимир, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, спасибо за эфир. Вот слушаю вашу передачу, и мозги из меня застают. Нормально, нормально, да. Ну, вы смотрите, где у меня. Значит, ситуация вот какая. Я наблюдал за работой многих компаний, менеджмента многих компаний, и вот я прихожу к такому выводу, что отсутствие конкурентной борьбы за, так сказать, право управления с компаниями, оно вот и приводит, вот в этой части, оно приводит к застою, к коллапсу. Значит, смотрите, предложение такое, что нужно как-то сделать, чтобы председатель правления представлял свою программу, значит, и конкуренты его представляют свою программу акционерам. А мы рассматривали не перечни, что компания планирует сделать, там, скажет, финансировать торпеда, или там зенит какой-нибудь, как в этом «Газпроме». И больше ничего. А никаких таких вот прорывных идей никто не представляет. А именно прорывные идеи, они и ведут к тому, чтобы не было кризиса, к тому, чтобы освежалась все время вот экономическая кровь и так далее, потому что именно туда потекут, на новые идеи потекут, деньги-то, понимаете? Конечно, я согласен. Владимир, извините, пожалуйста, вы имеете какую-то конкретную компанию или в целом? Нет, я, вы знаете, я, значит, к сожалению, пытался несколько раз прорваться для выступления в «Газпроме», но настолько они своими задами, там, сверху вот этот вот, которого менять давно пора... А вы миноритарий, я так понимаю, да? Да, миноритарий, причем у меня акций-то много. Я всеми акциями в последнее время голосовал против... Вот сейчас выскочил из головы, кто там у них главный президент. Вы поняли, да? Поняли, да. Всеми, всеми, всеми акциями, потому что никаких таких вот новых идей нету. Уселся на трубу, а ему трубу перекрыли на выходе. И все, и сидит человек и переживает. А в результате теряет страна, которая является тоже акционером. И мы акционера теряем. На чем он там нужен? Менять его пора. Спасибо, Владимир, спасибо. Спасибо. Ну, я так понимаю, о господине Миллере, да, я шла речь сейчас вот в выступлении Владимира. Ну, если можно прокомментировать, да, немножко не в тему, но тем не менее, да, Дим, можно прокомментировать. Действительно, успешность менеджмента, вот она каким-то образом, она, безусловно, определяет, да, в какой-то степени и успешность самой компании, и если уж эту цепочку продолжать, и рост капитализации, и, соответственно, рыночная стоимость акций. Это один из способов, да, так называемого фундаментального анализа, когда мы оцениваем эффективность компании с разных точек зрения, с точки зрения, там, ее финансовых составляющих и, естественно, эффективности менеджера. Ну, и вот Владимир, значит, делится своими наблюдениями по поводу того, что есть менеджеры, которые, если им не дышать в затылок, да, то есть они не особенно эффективны. Как ты думаешь? Ну, это вопрос, наверное, немного шире связан с понятием корпоративного управления. То есть, конечно, в любое акционерное общество есть акционеры, которые, как бы, имеют контрольный пакет, и они уже определяют, так сказать, естественно, кто будет главой компании, и глава компании согласует с основным акционером эту политику. Ну, то есть, в любом случае, да, акционер как хозяин, да, а все остальные наемные работники, по сути, нравится, не нравится. Да, но есть понятие миноритарный акционер. То есть, он, миноритарный акционер, он имеет право голоса, вот, и право в получении части дохода. Вот, но, безусловно, он, как миноритарный акционер, он не может повлиять на решение мажоритарного акции. У него, да, голос-то есть, но голос этот, как правило, слишком тихо просто-напросто. Да. Добавишь, Саш? Ну, как мне кажется, ну, это, наверное, касается не только государственных, но и частных компаний. Любых, конечно. Ну, на самом деле, конечно же, иногда вопрос, так сказать, назначения тех или иных людей на руководящей должности компании, конечно же, в первую очередь оцениваются профессиональные качества кандидатов, но я думаю, что они в последнюю очередь оцениваются и какая-то персональная, личная лояльность. То есть, было для того, что, да, акционеры, которые решают судьбу, они могут быть лично знакомы, да, или они там какую-то кандидатуру просто продвигают, лоббируют. Ну, и плюс ко всему, если речь идет о любой, опять же, компании, не обязательно государственной, это может быть частная компания, не обязательно в основе управления эта компания лежит с дымосной подход. То есть, естественно, что любые миноритарные акционеры заинтересованы в том, что была курсовая стоимость акции. Но, мажоритарный акционер может быть заинтересован вовсе не в этом, у него могут быть какие-то другие приоритеты. И с этим тоже связано. А какие, в качестве примеры? Ну, я думаю, что, если даже рассматривать тот же «Газпром», не секрет, что эта компания фактически выросла, вышла из Министерства газопромышленности СССР. Естественно, что у этой компании есть, так сказать, ну, поднимо каких-то экономических целей, в том числе, есть какие-то социальные обязательства. В том числе. Вот это типичный пример. Понятно. То есть, иногда, наверное, теоретически, может привлекать какой-то конфликт интересов. И то, что кажется не совсем эффективным с точки зрения миноритарного акционера, с точки зрения миноритарного, как бы, ничем экстраординарно не отличается, не выглядит. Более того, мы какое-то время назад, по-моему, по поводу последних институционных проектов «Газпрома», да, в этой студии неоднократно звучали, ну, разные, естественно, полярные мнения, но в основном такое, что они, эти институционные проекты, в большинстве случаев, кажутся неэффективными. Неэффективно, с точки зрения, может быть, да, непосредственно вот этой самой чистой, что называется, прибыли. Но, с другой стороны, есть же и другие подходы, есть некие политические, может быть, даже, когда одни из этих проектов, да, просто выглядят как стратегическая поддержка, я там, не знаю, там, да, Российской Федерации, в глобальной таком смысле. Безусловно. То есть, миноритарию, да, такие вещи, может быть, они, так сказать, не слишком близки, не слишком понятны, а... Ну, даже если обратить внимание на социальную рекламу «Газпрома», которая гласит, что «Газпром» — это национальное достояние, то, соответственно, с этой точки зрения это тоже... Это факт. Это факт. С этой точки зрения это факт. И потом я просто добавлю, слушатель, в общем-то, наверное, упустил из виду, что помимо курсовой стоимости, еще же есть то понятие, как дивидендная доходность, и, в общем-то, здесь нужно сказать, что дивидендная доходность и размер дивидендов последние годы имеет тенденцию к росту, вот. Поэтому в этом смысле есть прогресс, может быть, не такой, как хотелось бы кому-нибудь, но, тем не менее, вы должны отметить, что, в общем-то, размер дивидендов растет целым и по рынку, и не только за счет того, что у нас котировки снижают, соответственно, дивидендная доходность падает. Ну, и в абсолютном выражении также размер дивидендов, в общем-то, растет. Поэтому здесь... Более того, Газпром, если бы Газпром платил дивиденды по МСФО, то есть это та инициатива, которая сейчас обсуждается на уровне, опять же, правительства, то, чтобы госкомпании начали выплаты осуществлять по международным стандартам финансовой отчетности, дивидендная доходность была бы даже выше. Ну, надеемся, что так и будет. И сейчас последние несколько торговых сессий, вот он достаточно стабильно стоит в районе 32,50, чуть выше, чуть ниже. Говорит ли это о том, что движение, драматические движения по рублю, в принципе, уже миновали, нас ничего особенно страшного с этой точки зрения не ожидается, либо, может, это затишье перед бурей и обещанные, там, ну, если уж не девальвации, то обещанное ослабление рубля, обещанное с точки зрения озвученное, да, то такая возможность может быть по разным объективным и не очень причинам. Так вот, это ослабление рубля вновь может продолжиться, и мы увидим и 34, а может быть, даже и ниже. Дим, как ты думаешь? Ну, я в целом на валютном рынке ситуацию оцениваю очень похожую, как на прошлый год. Мы тоже видели... Прошлый год лето тоже, да? Тоже прошлый год лето, да. Мы видели такую же, в общем, девальвацию рубля. И фактически в втором полугодии мы, наоборот, увидели укрепление рубля к доллару, по-моему, на 6%. Сейчас ситуация в чем-то похожа. Мы увидели также резкую девальвацию рубля в июне. Ну, затем в начале июля, кстати, на рынок вышел Центробанк. Вот за первую неделю июля, в начале июля, там, злобалютные резервы по данным Банка России снизились на примерно 10 миллиардов долларов. То есть за счет валютных интервенций, в общем-то, удалось сбить вот этот ажиотажный спрос и несколько скорректировать курс рубля. В целом, если говорить о перспективах, то здесь, как бы, будут влиять несколько факторов. С одной стороны, действительно, слишком сильное обесценение рубля не вписывается в стратегию удержания инфляции. И так или иначе, несмотря на какие-то возможные подвижки в процентной политике, да, возможное снижение процентов, тем не менее, Центробанк имеет пока возможности для того, чтобы контролировать обесценение курса рубля, и оно не будет слишком сильным. То есть оно может продлиться, да, но не будет слишком сильным, по крайней мере, вот, ниже недавних минимумов. Саша, ты как смотришь на рубль? Ну, в целом, мне кажется, что динамика курса рубля будет во многом определяться решительностью действия ЦБ. Решительностью? Да, да, наверное. То есть, ну, это не только связано с теми интервенциями, которые, безусловно, ЦБ может... Понятно, да. То есть, сейчас он это делает, мы это видим, и результат налицо. Значит, что-то еще, да, большее? Ну, наверное, так сказать, часть этих рынков ждут какой-то большей определенности, в том числе со стороны нового руководителя ЦБ. В принципе, последние инициативы ЦБ, их можно, безусловно, наверное, только приветствовать. Вот, в частности, например, предоставление ликвидности банкам по достаточно длительный срок, до года, под залог кредитов, обеспеченных кредитов, или кредитов, которые обеспечены поручительством. Главное, чтобы, соответственно, эта ликвидность, она, вот, не оказалась, так сказать, на валютном рынке и не способствовала тому, чтобы, так сказать, играть опять против рубля. Ну, то есть, это как один из тех самых, да, позитивных факторов или позитивных шагов центрального регулятора нашего? Безусловно, все эти действия направлены на то, чтобы снизить уровень процентов ставок, сделать их более низкими для корпоративных заемщиков, в первую очередь. Это, безусловно, только можно приветствовать, но обратная сторона этого процесса тоже может быть такая, что не окажется в валютном рынке. Вот об обратной стороне мы чуть подробнее поговорим, сейчас еще раз новости, потом продолжим. Ну, что ж, друзья мои, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Еще раз я напомню, мы подводим финансовые итоги недели. В студии Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест» и Александр Тен, менеджер по работе с клиентами инвестиционной компании «РМГ». И, кстати, если позволите, я еще раз посмотрю на то, что происходит сейчас на российском рынке. Происходят там неплохие события, а именно, да, можно сказать, что после вчерашнего он развернулся или там каким-то образом закрывает вчерашнюю медвежью свечку. По крайней мере, сейчас РТС уже больше процентов в плюсе, 1390, подходит к 1400, и ММВБ 1430, то есть почти процент тоже он прибавляет, и наверняка это достаточно серьезный такой, серьезный позитив. Ну и, возвращаясь к нашему разговору, с другой стороны, «Газпром» полтора процента, 132 рубля, и, наверное, будет интересно, «Сбербанк» выше 100, два с лишним процента. Вот, смотрите. Неплохо. Есть ожидания, да, Саш, как ты думаешь, что закрою, если ничего опять, не дай бог, не случится до закрытия рынка, то закроемся-то мы положительно. Надеюсь, что так и будет, но, видите, как поведение российского рынка в последнее время достаточно трудно предсказуемо, и даже в течение дня сентимент может меняться абсолютно противоположный. Это, кстати, стоит отметить, Дим, да, что это все-таки, опять, ничего плохого не хочу сказать, но как бы пытаюсь быть объективным, это все-таки свойство, ну, относительно такого слабого, да, еще незрелого рынка, когда его шарахает от любой какой-то совершенно, может быть, неотносящейся, да, несерьезной какой-то причины. Вот, смотрите, как выглядят там американские площадки. Они растут, растут и растут, и ничего, их с курса с этого не собьет, а здесь мы, к сожалению, туда-сюда движемся. Ну, еще надо добавить, что, в общем-то, часть уже участников рынка ушла на... Да, да, да. То есть такой понятик, как тонкий рынок, да, малый объем тоже наверняка здесь актуально, небольшое количество денег, кто-то пришел, купил, раз, мы выросли, ура, ура, потом этот кто-то зафиксировался, мы впали. С другой стороны, как бы для тех, кто остался на рынке, больше возможности для того, чтобы двигать его, и, соответственно, дополнительную прибыль получить. Кстати, опять-таки, я это неоднократно слышал вчера вечером, что, да, несмотря на все события, когда мы развернулись, резко упали вниз, возможно, подешевле закупиться, потому что, скорее всего, реакция, ну, это так, к счастью, так и произошло, реакция на это событие, на вчерашние события, да, на фондовом рынке не задержится, но вот такой краткосрочный, спекулятивный такой был, был вчера пролив, и этот пролив дал возможность подешевле подобрать, пожалуйста, спекулянты, они у руля. Вернемся к разговору о рубле. Саш, если можно, еще буквально два слова по поводу того, что позитивные, да, как бы, аспекты мы обсудили, участие, ну, политики Центрального банка, да, соответственно, валютных интервью. А негативные в чем? Ну, наверное... То, что эта ликвидность, да, может оказаться не в тех руках и пойдет не на благие цели. Такое может быть, безусловно, потому что, ну, фактически как-то ограничить банки достаточно сложно в этом направлении. Ну, наверное, если говорить о каких-то негативных моментах, то они в последнее время связаны, так сказать, в некоторой несогласованности действий. Кажем, так сказать, и звучат иногда противоречивые заявления, которые, так сказать, только стимулируют спекулятивные игры в рубле. Стимулируют неуверенность, потому что чем больше, тем меньше однозначности, да, тем больше возможностей туда-сюда гонять эти курсы бедные, несчастные. Кстати, если говорить все-таки об относительной стабильности рубля, да, ну, как минимум то, что задекларировано, да, в манифесте Центрального банка, да, Центральный банк отвечает за стабильность рубля. Вот это, может быть, не всегда позитив, Дим, да, стабильность национальной валюты, не всегда позитив, потому что все-таки валюта в какой-то степени должна быть более гибкой, отвечая экономическим реалиям, да, как ты думаешь? Ну, да, как элемент стимулирования внутреннего, внутреннего уровня конкуренции, да, безусловно, ценовая конкуренция один из факторов общей конкуренции. Безусловно, дешевая национальная валюта. И уж тем более, если мы говорим о валюте под названием рубль, которая, по большому счету, сырьевая, да? Да. Соответственно. Да, то есть это как бы стимулирует и промышленность, и в определенном степени спрос, умеренная инфляция, то есть в определенные моменты некоторая девальвация. Ну, и вот, может быть, я добавил к негативным моментам, которые отчасти отличаются и могут изменить сценарий вот на этот год. Это первое связано с некоторым худшим состоянием экономики, вот, и последние данные, хотя и вышли лучше, чем прошлый месяц, но, тем не менее, снижение инвестиционной активности, фактически, минус 3,7 мы получили год в году. Это свидетельство того, что, в общем-то, тенденции, снижение экономического роста и, возможно, его, как бы, затухание, да? Кстати, ты как думаешь, в рецессию скатится российская экономика к третьему кварталу или все же нет? Я думаю, что нужны будут дополнительные стимулирующие методы, стимулирующие меры для того, чтобы вот этот сценарий реализовался. Саш, ты видишь рецессию в российской экономике? Ну, я думаю, что состояние дела российской экономики будет, в первую очередь, зависеть от нефтяных цен. К сожалению... Но они высокие, вот смотри. Они высокие. Толку для российской экономики, ну, по крайней мере, очевидных преимуществ уже не дает высокую цену на нефть. Ну, я имею в виду, в первую очередь, то, так сказать, насколько резко может снизиться. А. Резко может замениться состояние дела российской экономики. То есть стабильное все-таки это тоже неплохо, да? Больше уж не растущий, но относительно высокий, стабильный. А если нырнем опять куда-то ниже ста, то здесь будут, да, и неприятности. Да, я думаю, что при таком сценарии развития событий, к сожалению, так сказать, у российского бюджета, в первую очередь, мог возникнуть проблема. Потому что это же вопрос балансированности. Бюджет балансируется при определенных ценах на сеть. Уже сейчас, в общем-то, если посмотреть, фактически российское правительство находится в поезде дополнительных источников дохода. Потому что расходы достаточно большие. И вот все последние налоговые инициативы, в том числе, связанные с оборотом акцизных товаров, да, с этим связаны, наверное, скорее всего. Большая социальная нагрузка, естественно, да, на бюджете лежит? Ну, безусловно, то есть предвыборные обещания их нужно выполнять. Хотелось бы. Да. Хотя мы знаем прекрасно, что предвыборные обещания, а то они не предвыборные. Что выполнять их, по большому счету, не обязательно. Ну, извините, это шутка такая. А, Дим, как ты думаешь, поиск вот этих дополнительных расходов для бюджета, он в нашем случае чем-то положительным закончится? Или у нас не такой большой выбор? Вот есть нефтяные котировки, дай бог, чтобы они хотя бы не падали. Ну, и желательно, чтобы они подрастали, конечно. А других вариантов? Ну, да, действительно, проблема дефицита, и, прежде всего, там, невыполнение намеченного плана по доходам, в общем-то, и правительство уже признало как некую проблему. Но я не думаю, что она в этом году проявится, поскольку, ну, есть возможности ликвидации этого дефицита за счет других источников, фондов. Вот, но в целом, думаю, что если вот эту тенденцию, скажем так, ослабления экономического роста не прекратить, то, безусловно, в следующем году это может усилить эту проблему. То есть ту самую рецессию, да, которую, слава богу, может быть, мы к концу этого года все же не увидим, она может, да, собственно, обнаружиться в следующем году. Хотя, я согласен, во многое будет зависеть от цен на нефть. Это такой основной фактор, который может либо каким-то образом поддержать экономический рост, либо, наоборот, усугубить проблемы, которые... В очередной раз, да, как мы в разговоре о российском фондовом рынке, в очередной раз, наверное, стоит подчеркнуть и в разговоре о российской экономике. Все же в основном мы зависим от внешних факторов, к сожалению, да? До сих пор, да. Ну, и российский рынок, конечно же, будет зависеть, безусловно, от внешних факторов, во многом и до тех пор, пока не будет сформирована достаточно сильная база внутренних инвесторов. То есть речь идет не только о мастерсиональных инвесторах, но и в том числе о более активной вовлеченности населения. Кстати, вот хорошая тема, я думаю, что нам через некоторое время надо отдельно, мы периодически финансово и грамотно с населением разговариваем, отдельную тему надо для программы сухого остатка запланировать. Но, тем не менее, вот это очевидная проблема, финансовый рынок или фондовый рынок, в частности, Российской Федерации, да, для подавляющего большинства частных, ну, я не говорю об инвесторах, для подавляющего большинства россиян это темный лес. И причем не всегда, а точнее в большинстве случаев, на мой взгляд, окрашенный такой какой-то негативной аурой. Вот что могло бы кардинально, Саш, на твой взгляд, эту ситуацию преломить? Что мы должны, я не знаю, там, какую-то позитивную рекламу придумать о фондовом рынке? Или мы должны там ежедневно говорить о его тонкостях, да, о том, что это благо для российской экономики прежде всего? Ну, наверное, в первую очередь речь должна идти о повышении просто уровня финансовой грамотности, да. Во-вторых, конечно же, рынок сам по себе должен предложить какие-то новые инструменты, или большее количество инструментов, для того, чтобы, так сказать, они были доступны. Ну, кстати, биржа московская в этом направлении идет все же, да, если говорить о последних каких-то событиях, и расширяется линейка инструментов валютного рынка, и Т-плюс-2 уже сейчас на бирже запускается, да, тестируется активно. Ну, может быть, все же... Ну, безусловно, определенный шаги в этом направлении делают. Просто их не так много, да, как, собственно, и в других сферах. Дим, как ты думаешь, финансовая грамотность, заселение, действительно, если бы вот она была на уровне, ну, американской, конечно, это мечта, да, но и вот на уровне американском. У нас бы фондовый рынок иначе бы выглядел все же, да? Ну, наверное, с точки зрения, скажем так, спроса, это, безусловно, поддержало бы. Вот. Другой вопрос, что, конечно, для того, чтобы интерес к рынку был выше, необходимо, чтобы сам рынок показал хороший результат. Но пока что последние вот несколько лет мы видим, что доходность на рынке, в общем, не такова, чтобы это рос. Да, да, глобальные фреймы, где-то мы вот с вашими коллегами сравнивали. То есть, если человек вложился там, условно говоря, в начале 2000-х, то сейчас он, если не в минусе, то в нулях. Хорошо, если в нулях. Ну, о каком, да? А S&P, вот, пожалуйста, там, за 10 лет что сделал? Да, здесь все сразу, все говорит само за себя. Ну, да ладно, поживем, увидим, будем надеяться на лучшее. Спасибо огромное, уважаемые гости. Еще раз напомню, сегодня в студии Сухого Остатка подводили финансовые итоги уходящей недели Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест», и Александр Тен, менеджер по работе с клиентами инвестиционной компании «РМГ». Ну, и ваш покорный слуга. Спасибо огромное вам за внимание, уважаемые слушатели. Впереди выходные, отдыхайте, набирайте сил, потому что дальше нас ждет очередной раз, да? Опять рабочая неделя, ну, и, естественно, наши ежедневные с вами встречи по поводу рынка. Всего хорошего, хороших выходных, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова